так да да добрый день сегодня у нас тема доносы доносы в ссср двадцатые тридцатые сороковые годы с чего нужно начать наверно с количества вонах наиболее известная цифра это 4 миллиона она известна в первую очередь из слов да 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 влатова вот легко любой может в интернете на и найти эту фразу его из интервью вот так понимаю что когда давлатов это все говорил в начале 80-х годов собственно количество доносов было абсолютно неизвестно мало того на самом деле вредил и отпущен неизвестный сейчас цифра 4 миллиона появилась следующим образом она появилась в начале 60-х годов и это был документ который был получен сталином от руководства нквд в ответ на его запрос запрос был отправлен в январе 1938 года и этот запрос звучал следующим образом ему интересно было количество доносов за четыре года то есть эта информация всего лишь за четыре года с 34 по 37 год в соответствии с этим ответом положен квд всего за это время органы ученик дел получили 4 миллиона триста сорок тысяч восемь и шесть доносов понятно что это абсолютно не равно количество получено за все советское время ну скажем там с 28 по 53 год при этом нужно понимать что если в отношении 34 35 36 года можно сказать что информация достаточно точная то вот насколько она была точной в январе 38 по 37 года совершенно не ясно потому что 37 год абсолютно оврали для всех органов нквд особенно последний квартал потому что как вы помните когда у нас был семинар по 37 году в сентябре 37 года прошло совещание на котором руководителем местных органов нквд стало ясно что выполнение планов там на 105 110 процентов как все выполняли недостаточно для того чтобы попасть перед веке рискать и не не поддерживаться самим репрессиям надо понимать что конец года это абсолютно овральная работа всех органов нквд стремящийся выполнить спущенные на них планы или желательно перевыполнить причем припаде припад сильно понятно что для того чтобы собирать в общем-то никому особо ненужную статистику по поступающей почте ну времени и силы и желаний видимо особо не было поэтому я бы сказал достаточно уверенно что эта цифра не включает себя полностью тридцать седьмой год в какой тип не включает сказать сложно ну на мой взгляд 50 до 80 процентов доносов написано 37 год попала в эту статистику я не могу поверить что уже в январе 30 38 года статистика она витал в бумажном виде никаких компьютеров не было что статистику уже собралась была собрана и была доведена до высшитающих станций по всем так сказать уровням нквдшной иерархии соответственно если говорить про общее количество доносов то исходя из этой цифры можно быть положить что всего за период 27 28 по 53 год был написан это минимум 20 миллионов максимум на 40 50 миллионов доносов соответственно цифра скорее всего близка к 30 миллионам плюс минус 5 минус то мой взгляд цифра 25-35 наиболее точно отражает общее количество доносов написано но возможно и больше опять же мы не знаем попали в эти в эту статистику доносы написаны не в органы к воды там часть она списал спортивные органы часть она вписалась советские органы часть она вписалась к линину калинин каждый год получал более 200 тысяч писем и часть из них не сто процентов конечно составляли донос поэтому данном случае они дальше переправили соответствующие компетентные органы но попадали такие то свою статистику не занять не совсем ясно сколько всего людей было осведомителями тут опять же цифры неизвестно точно почему потому что ты честно сочной европы все архивы остались закрытыми мало того это лишь по является официально государственной тайной и мало того часть архив была уничтожена часть 50-е годы часть 60-е годы часть но есть некие тоже реперные точки некие цифры которые назывались в разные годы ну наиболее известная цифра которую назвал последний сталинский министр госбезопасности игнатьев когда он на свидание верховного совета озвучил цифру в 10 миллионов осведомителей но эта цифра она скорее оптимистичная потому что она понимает что в данном случае он говорил об успехе своего ведомства докладывал выдающих достижениях и в общем то скорее более круглая я сказал что цифра скорее кругление в большую сторону с другой стороны есть цифра 2 миллиона откуда она взялась она взялась из-за таскать информации из восточной европы потому что местные органы внутренних дел местные органы госбезопасности получали все время претензии стороны кгб ссср по того что они плохо работают с местным населением имеют слишком мало осведомителей и как некая минимальная цифра осведомителей называлась один процент от населения страны то есть кгб ссср в 60-70-е годы считала что как минимум один процент из стран должен быть с платными осведомителями если меньше это плохо ну понятно что видимо если один процент был неким минимум то сама цифра которая была в советском союзе видим было больше поэтому это получается что ну минимум 2 миллиона то есть от двух до десяти миллионов человек видим во столько можно оценить общее количество осведомителей которые работали на нквд в 30-е годы но максимальная цифра собственно говоря заявление самого нквд в лице игнатьева вот минимальная цифра это то что требовалось от стран восточной европы стран народа демократии соответственно в 60-70-е годы интерес что например был ряд советских учреждений где вообще доносы были на всех любопытный случай случился в верховном совете ссср когда руководитель верховного совета стал муфтал молотов он для чего-то в своих целях запросил у нквд информацию компрометирующую на всех штатных сотрудников секретариата соответственно верховного совета ссср и выяснилось что доносы есть на всех без исключения единственное исключение были два человека которые пришли работать очень недавно и были буквально приняты на работу несколько месяцев назад два-три месяца и на него с него так в целом получилось что в момент в личных делах сотрудников на верховного совета который хранится нквд были доносы на все 100 процентов сотрудников этого учреждения ну опять же надо понимать что это не рядовое ведомство это тем более не какой-то завод это высший орган власти советского союза поэтому и но один из высших органов власти поэтому есть донос там было сильно больше потому что там работали в общем-то более так сказать идейные более просоветски настроенные лица естественно это так сказать и более таскать ну карьер ориентированные скажем так вот соответственно что можно сказать еще интересного по рекордам который устанавливает дан 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 до ночи ну тут информации она опять же силу за того что и до сих пор густоин на наносит фрагментарный характер и большей части и касается украина все потому что украине сейчас архивы сильно доступнее чем в соответственно российской федерации поэтому если украинский архив это есть лекарствмены, которые написали более сотни доносов. Ну, например, знаменитая семья Артемовых. Но в совокупности, опять же, это семья, это муж, жена и пятеро их детей, три дочери и две сына в совокупности, они написали 172 доноса. Есть также некий житель Киева, но правда не очень понятно, насколько эта информация реальна, который один сумел донести на целых 230 человек. Правда, вот тут все-таки есть некий вопрос, действительно ли он один все это писал. Но тем не менее, вот по той информации, которая рвалась на рынке в Украинских архивах, действительно один человек, вот он некий абсолютно рекордсмен, сумел написать 230 доносов за, соответственно, свою трудовую биографию. Да, число писем, кто еще был получателем доносов, кроме, соответственно, органов НКВД? Ну, потому что они были главным получателем НКВД, МГБ, соответственно, ЧК до этого. Но, в принципе, писали не только им. Надо понимать, что доносы, это еще и некое средство, в общем-то, взаимодействия между обществом и властью, средством, собственно говоря, донести свои, так сказать, нужды и чаяния до власть поддерживающих. Поэтому получателем доносов был Калинин, большим. Получателем доносов был, соответственно, газеты. Получателем доносов были, естественно, партийные органы. В целом, динамика доносов, она растущая. Если, например, в конце 20-х годов Тегатрия от Калинина получала за год примерно 100 тысяч доносов, то уже к 31-30-х годов количество достигает максимума 228 тысяч писем в год, из которых, соответственно, не все являются доносами, но весьма-весьма заметная часть. Также идет рост количества писем, получаемых газетами. Ну, например, газета Правда в 37-м году на пике доносительства она получала более тысячи писем каждый день. Причем в данном случае подавляющее большинство этих были доносами. То есть, надо понимать, что в данном случае действительно 30-й год это пиковый год. Надо понимать, что все-таки на пленуме весеннем мартовском прозвучал прямой призыв доносить на всех. И если до этого все-таки ну, кому-то говорили на семинах до этого года, что до этого всегда был некий закрытый список тех, на кого нужно доносить там священники, белые офицеры, не предприняя какого-то происхождения, это авиационная интеллигенция, кулаки, понятно. Но в данном случае Сталин многократно подчеркивал в своем речи, что доносить в общем-то нужно на всех, что враги могут прятаться везде и соответственно он пшикнул 7 раз в течение своей, собственно говоря, основной речи. Вот, 7 раз это немало и главное потом все это растиражировало вся-вся пресса, поэтому 30-й год, конечно, в данном случае достаточно исключительно по количеству сигналов, которые получили и органы НКВД и, собственно говоря, все остальные органы советской власти. Вот, что еще можно сказать по 37-му году. Соответственно, ну, 37-й год соответственно опять же установились некоторые рекорды, что в Одессе один человек написал за год к один члену компартии он написал 130 доносов. Вот, то есть в принципе это тоже некий цикл рекорд, по крайней мере в рамках Одессы, возможно в рамках соответственно всей Украины. Интересно, что доносчики всегда подлежали особой защите государства. В частности, уже в 28-м году в Уголовный кодекс была введена статья отдельная за разглашение тайны информатора. То есть в данном случае я понимаю, что действительно в Советском Уголовном кодексе строго запрещалось разглашать информацию об авторе того или иного сигнала. И это пришло в рамках нарушению тайны следствия. И это подлежало уголовному наказанию. И собственно говоря, это и было основной причиной, почему так распространена стала некая информация и мнение, что доносы в первую очередь анонимны. Откуда вообще взялась идея о том, что анонимка это некий по сути в русском языке стало почти синонимом доноса. Дело в том, что когда после уже 1953 года, после 1956 года после облачения культа личности вернувшиеся из лагеря, оставшиеся в живых заключенные, ну, часть их пыталась узнать, соответственно, кто же на них донес, им давали абсолютно стандартную унифицированную информацию о том, что на вас поступил анонимный сигнал, кто написал неизвестно, его соответственно органы следствия отрабатывали. На самом деле это не так. на самом деле доля анонимок в общей массе доносов очень незначительна. Опять же, точно понятие невозможно, потому что информации общей нет, ну, и уже, видимо, и не будет. Но, из той информации, что есть, получают цифры следующие, что они калибруются от 2 до 18%. Наиболее массовые исследователи доносов дают цифру в 8,5% к доле анонимок среди всех доносов. Некоторые исследования говорят вообще о всего 2-3% анонимок. Некоторые, но, правда, касается недоносов НКВД, касается писем, написанных в газеты, вот там цифра анонимок оказалась несколько выше, она оказалась как раз 18%. Это количество сигналов, положенных газетами Нижегородской, тогда Горьковской области и города Горькова. Вот, поэтому, в принципе, в любом случае количество анонимок, оно на общем фоне очень незначительное и подавляющее большинство доносов они были подписаны, не имели авторов, но, интересно, что даже когда сейчас исследователь получил доступ частично к архивам, то все фамилии, все подписи тщательно или вырезаны физически, или закрашены. Поэтому, в принципе, даже по тем делам, в котором сейчас есть доступ, которые шарикуют след, ну, это, то есть дела известных людей, это дела писателями Булгакова, ну, к примеру, или театрных деятелей Мирвини Мирхольда, даже там, собственно говоря, формально доносчики по-довольщей неизвестны, потому что они тщательно, сказать, заштрихованы их подписи или отрезаны. Другое дело, что для исследователей это относительно тайны Полишинели, потому что, собственно говоря, та информация, которую они дают, она сама по себе в сути раскрывает их личность. Поэтому, в данном случае, если говорить про самых известных, людей, то в подавляющей большинстве доносчики известны. Но это неизвестно не потому, что информация официальная, а просто потому, что по совокупности их доносов видно, кто это. Но не всегда, опять же, автор единичных доносов установить зачастую сложно или невозможно. Поэтому, в данном случае, анонимки, соответственно, не более, я бы сказал, что не более 10% Как же, собственно говоря, из чего состоял донос с точки зрения его структуры. Интересно, что донос очень часто включал автобиографию автора. Именно не того, на кого доносит, а, собственно, автора доноса. То есть, примерно 35-40% доносов содержали достаточно подробную информацию об авторе. В частности, люди писали о сроке членства в партии, писали свою автобиографию, писали, где они работали, писали свое обязательное социальное происхождение. Опять же, эта цифра не то, что люди упоминали что-то из своей биографии, а именно те люди, которые включили в донос достаточно подробно, на полстраничке свою полную автобиографию. Какие-то элементы своей биографии указывают около 70%. То есть, первое, конечно, билеты выигрышные. То есть, происхождение рабочей крестьянской лезь бедноты, соответственно, членство партии с такого-то года, участие в городской войне, соответственно, поэтому, на стороне советской власти, вот, что-то еще выигрышное. Вступление в комсомол, соответственно, или же то, что они уже не первый раз пишут донос. Опять же, есть немало писем, где доносчики ссылаются на свой предыдущий, так сказать, успешный опыт. С чем связано то, что донос содержал вот такую, частую, казалось бы, избыточную информацию, потому что, собственно, для чего в донос писать свою автобиографию. Тут целый ряд причин. Первая причина это то, что донос писал, часть доноса вписалась с прямой просьбой принять себя как вплатный осведомитель. То есть, надо понимать, что зачастую доносчики предлагали свои услуги и тем, и, естественно, предлагая услуги по цельному отводателю, они расписывали себя с самой, так сказать, лучшей стороны. Но это логично, по сути, донос совмещался в функции доноса плюс, так сказать, просьба о приеме на работу. А второй момент это то, что между доносчиками существовала достаточно устроя конкуренция. Если мы посмотрим общее количество людей, осужденных по 58-й статье и даже по другим статьям политическим за все годы, мы увидим, что цифры, скорее всего, будут меньше, заметно меньше количества написанных доносов. О счастье, что далеко не всякий донос достигал своей цели. Далеко не всякого, так сказать, человека, на кого писали донос, арестовывали. Так как целью доноса будут перевозить это, потому что это был либо карьерный донос, когда человек писал на свой начальник, чтобы занять его место, либо квартирный донос, когда человек писал на соседа здесь место, то в этом случае для него было крайне важно, чтобы именно его донос, так сказать, был принят к свете. Не просто принят сведения, а принят в работу. Поэтому в данном случае он с одной стороны доносит обычно многостраничный документ. В среднем доносит от 3 до 6 рукописных страниц. То есть это ни в коей мере не краткая записка. То есть иногда у нас по неким фильмам вы знаете, сделали впечатление, что доносит какая-то краткая анонимная записка. В подавляющем большинстве это не так. Доносит это очень серьезный многостраничный документ. Обязательный, часто этой частью доноса являлась автобиография. Кроме того, у доноса в 30-е и 20-е годы был еще один почти обязательный пункт. Это обсуждение классового происхождения человека, на которого донос написан. Потому что эта тема однозначно главная тема доносительства именно в 20-е, 30-е годы в довоенной, послевоенной ситуации немного изменяется. То есть главной темой был вопрос классового происхождения. Почему? Во-первых, в тот период действительно классовое происхождение очень сильно влияло на жизнь человека, на его карьерные возможности. Поэтому, если человек, например, получал высшее образование, а потом оказывалось, что этот человек не рабочий христианского происхождения, скажем, из интеллигенции, или из купцов, или из священников, или там из офицеров царской армии, то он действительно являлся в точке закона абсолютным нарушительным преступником, потому что образование имели право получать только люди правильного классового происхождения. То же самое касается получения бесплатного медицинского обслуживания. Медицина была классовая, соответственно, любой человек, который, притворившись к христианинам или пролетарием, получил незаконно бесплатное обслуживание в госмедицинском учреждении, он, собственно говоря, являлся преступником. Кроме того, это влияло на право человека участия в выборах и пассивное, активное. То есть, была категория лишенцев, если человек изменял свое классовое происхождение или нелегитиноза, он, соответственно, мог перебраться из лишенцев в голосующие граждане, что тоже было уголовно наказуемо преступлением. И так далее, и так далее, и так далее. Поэтому, в общем, эта тема однозначно главная тема доноса в 20-30-х годах. Кроме того, понятно, что обычно эта тема дополнялась, но не всегда. Дополнялась, собственно говоря, перечислением неких, так сказать, преступлений хозяйственного рода или преступления, так сказать, какого-то, или преступления, скажем, в виде какой-то критики власти, критики советского строя, критики коммунической партии, которая, собственно, являлась, как бы, доказательством того, что этот человек не просто неправильного классового происхождения, но что он действительно является неким активным врагом советской власти. При этом, активно используется, собственно говоря, та лексик, которая идет, есть в газетах. В общем, действительно, это некая особенность, ну, в целом, наверное, даже особенность советских людей вот 30-х, 40-х, 50-х годов, на которые, особенно, обратили внимание, сильно удивило вот западных социологов, но, в основном, русского происхождения, которые уже после 45-го года, проводили в рамках или Гарвардского проекта или других проектов исследования психологии, социологии подсоветских людей. То, что изначально очень удивило Петерима, Сорокина и других, то, что люди действительно рассуждали и, как бы, общались на языке неких, так сказать, идеологических штампов, штампов на языке идеологических утверждений, взятых явно из газет и с телевидения. Вот. При этом зачастую люди, говоря такими вот стандартными штампованными фразами, далеко не всегда и даже достаточно редко придавали этому какую-то эмоциональную окраску. То есть, советские люди всегда очень точные и четко могли определить классовое происхождение и классовую, так сказать, подноготную человека. Но, при этом, на самом деле, они не испытывали какой-то, так сказать, ну, какой-то их эмоций, какой-то ненависть. То есть, когда какой-то человек характеризовалось, например, как единоличник, крестьянин, или как даже буржуй, или как даже дореволюционный интеллигент, то это просто констатировалось как некий факт, но, в общем-то, это не означало, что люди, как человек испытывают какую-то, так сказать, классовую ненависть. То есть, класс превратили в своего рода сословие. Потому что, надо понимать, что, когда следующий человек заполнял анкету, там, неважно, по приемной работе, какую-то еще, в 30-е годы, 20-е годы, то он не только сообщал, допустим, сведения о себе, он обязательно, анкета обязательно содержала пункт, информацию о его родителях, причем и о его родителях сейчас, и о их сословии и месте жительства, и роде деятельности в 1917-м году, и о его роде деятельности в 1917-м году. То есть, всегда человек заполнял как бы две своих как бы две точки среза, что он представляет с собой сейчас, чем он сейчас занимается, чем занимаются сейчас его родители, чем занимаются сейчас его супруга или супруг, чем занимаются сейчас его дети, и что все эти люди еще делали в 1917-м году. То есть, это был отдельный пункт, потому что, на самом деле, далеко не всегда было так уж просто определить классовое происхождение человека. Во-первых, оно могло быстро меняться. Далеко не все люди занимались тем же, что в 1917-м году. Даже очень мало кто занимался тем, что в 1917-м году. Кроме того, всегда существовали возможности разных интерпретаций. Например, зачастую в чем была проблема? Ну вот, человек поиссонирует себя как крестьяна-бедняка и описывает, например, как он жил тяжело, что у него рано умерли родители, он жил, так сказать, у чужих людей, ба-батрачил. А на него приходит донос и говорится, что, ребята, все не так. Он жил вовсе у чужих людей, а у своего родного дяди, у кулака. И он вовсе не ба-трачил, а жил в семье. И подтверждается это тем, что когда каждое воскресенье они ходили в церковь, конфеты на обратном пути покупали и для родных детей, и для него. По сути, он был приемным ребенком в семье кулака, что в корне меняет его классовое происхождение. И вопрос, был ли он батраком у кулаков, и это хорошо, или он, не дай бог, был их родственником и приемным ребенком, что очень плохо, внешне человек мог написать и то, и другое. То есть, по внешним фактам биографии не всегда просто опрылить, жил ли он в семье как приемный ребенок, или как родственник, или жил в семье действительно как несчастный угнетаемый батрак. И, в общем, действительно, это были постоянные разборки, абсолютно реальные в 30-е и 20-е годы. Что еще, соответственно, в общем, три основных пункта, которые были в 13 годах, это первое, чуждое классовое происхождение, второе, политическое неландие, и третье, некое злоупотребление власти. После войны появляются еще два очень популярных пункта. Первое, аморальное поведение. Оно распространяется в послевоенные годы, связано, в первую очередь, с сильным перекосом в демографии, соответственно, мужчин, по отношению к женщинам становится очень мало, соответственно, ну, естественно, возникают де-факто семьи, так сказать, с несколькими женами, то есть, мужчин, там, тыловых по поводу аморалки. Второе, то, что появляется после 45-го года, и то, что очень сильно вытесняет именно классовое происхождение и политическое лаяние, частично, это пребывание на оккупированных территориях. Надо понимать, что к 45-му году людей с реально чуждым классовым происхождением остается живых на свободе уже немного. То есть, либо уже проверенные коммунисты, либо случайно уцелевшие какие-то, действительно, кулаки под кулачком такое, но, в общем, действительно, после 37-го года, после 30-х годов, после войны, людей, которые действительно, про которых можно, которых неизвестно, что, кем они были в 17-м году, и можно что-то такое раскрыть, уже мало. Но, ситуация с пребыванием на оккупированных территориях совершенно другая. Во-первых, оккупированная была очень существенная часть территории Советского Союза, поэтому людей, которые там жили, просто тупо много. Второй момент, что все-таки в 50-е годы, с консервами 50-е годы, это люди, ну, там, 30-ти, 35-ти, 40-ка лет. То есть, они еще происходят из достаточно многодетных семей. Надо понимать, что уровень рождаемости и в предреволюционные годы, и в годы НЭВа был высокий. То есть, это люди, у которых много братьев, много сестер, много племянников, то есть, семьи большие. При этом, в 30-е годы, во время индустриализации, семьи зачастую разъезжались в разные стороны, то есть, ну, люди, был большой, очень поток миграции из деревень в города. Поэтому у людей, родственники жили в разных частях Советского Союза. Все это увеличило вероятность того, что у любого, почти любого человека, либо он сам мог казаться на оккупированной территории, либо его родственники, мог казаться на оккупированной территории. Людей просто очень много. То есть, после 45-го года людей, либо живших на оккупированных территориях, либо у кого там были родственники, просто гораздо больше, чем у людей с чуждым классовым происхождением. Соответственно, эта тема становится, в общем-то, темой номер один и просто вытесняет тему чуждого классового происхождения. Интересно, что, в общем-то, разницы между доносами, написанными коммунистами и беспартийными по структуре фактически нет. То есть, в данном случае, даже, исследования среди доносов написанных беспартийными, чуть больше процент касается чуждого классового происхождения, чем доносы написанных коммунистов. Но, опять же, возможно, это просто связано с тем, что коммунисты зачастую писали доносы друг на друга. То есть, все-таки, среди доносов написанных коммунистами, больше доносов написанных и коммунистов и на коммунистов, чем, собственно говоря, беспартийными. Просто в силу того, что люди писали доносы на тех людей, с которыми общаясь, которые знали, соответственно, коммунистство своя, как бы, группа общения, вот, поэтому они доносов на суп-партийцев писали, ну, логичным образом больше. Вот. Интересно, кстати, что выражение «враг народа» в доносах фактически отсутствует до 37-го года. То есть, до 37-го года использование выражения фактически близко к нулю. Потом оно становится жутко популярным, и, в общем-то, с 37-го года и до 53-го его много. А с троцкистом интересная ситуация. Троцкист иногда используется до 35-го года, потом начинается пик популярности, то есть, с 35-го года по 38-й год пик популярности слова «троцкист» доносов. А потом оно сходит на «нет», в отличие от слова «враг народа». Если враг народа остается стабильно, высокоупотребляемое до 53-го года, то троцкист по 38-го года, в общем-то, сильно падает и, в общем-то, после войны фактически сходит на «нет». Да, еще такой интересный момент, связанный с вот этим известным сталинским выражением, и сын за сани не отвечает. Если посмотреть вот на структуру доносов 60-х годов, то мы не увидим никакого перелома на этой фразе. То есть, можно было ожидать, что вроде такая известная фраза, и, соответственно, можно было ожидать, что после этого количество или доля доносов из-за чуждого класса порождения должна была упасть. Этого не произошло. Вообще интересно, что эта фраза, она абсолютно не популяризировалась в советской прессе. То есть, если обычно любое сталинское выражение, оно транслировалось, повторялось там десятки раз в всем газетах, телевидении, везде-везде-везде, то вот эта фраза, она, если бы, не вычеркнута, она была напечатана, но никакого обсуждения не было. То есть, на самом деле, все-таки похоже, это некая такая ситуативная фраза, которая не повлияла никоим серьезным образом ни на работу органов внутренних дел, ни на, соответственно, доносы писательства, ни в целом на ситуацию в Советском Союзе. То есть, это, ну, такая... В общем-то, это была некая, так сказать, брошенная фраза, вот, в ответ на слова этого ударника, так сказать, соцтруда, который неправильное происхождение, но, в общем-то, она, на самом деле, особого значения не имела. То есть, доля доносов на неправильное классовое происхождение упало просто по итогам войны, а не из-за этой фразы. В течение всего времени, понятно, в отношении Советской Власти было определенные постоянные достаточно призывы к доносительству. Это были политические призывы, соответственно, вот, ну и более известная эта поэма Анатолия Безыменского, соответственно, начинавшая с строкой «Я сообщаю героическое ЧК». Вот, соответственно, еще в 25-м году журнал «Советская юстиция» писал, что «развивайте способность доноса и не пугайтесь за ложные донесения». Кстати, действительно, ложные донесения формально были мало наказуемы или даже не ненаказуемы. То есть, в данном случае власть всегда говорила, что даже если донесение не подтвердится, ничего страшного не будет. Другое дело, что, поэтому, если объект на кого доносили, узнали, кто доносил, смогут быть некие неприятности уже в личном плане с к этому, но, тем не менее, формально по закону это было не наказуемо. Вот, еще неоднократно писали, ссылаясь ссылкой на Ленина, что еще Ленин нас учил, что каждый член партии должен быть агентом ЧК. То есть, смотрите и доносите, идти на доносительство. Вот, ну, опять же, на известный, в общем, пример там с Академией наук, когда шла там борьба с заговором старых академиков, соответственно, вот, и некий деятель Юрий Фигатнер, который был главой контрольно-аввезионной комиссии, вот, и ему было поручено расследование этого дела, собственно говоря, он там создал специальные ящики для бросания в них доносов. То есть, были специальные ящики Фигатнера, вот, которые висели во всех зданиях, так сказать, Академии наук, или предназначаются, собственно, для сбора информации о, так сказать, академиках, которые ведут противо... противосоветской, подозреваются в противосоветской, скажем так, деятельности. Вот. Что еще интересно можно рассказать про доносы? Ну, давайте посмотрим, какие вообще цели были у доносов, наиболее типичные типы, функции, цели доносов. Ну, первое, собственно говоря, это карьерный донос, наиболее очень многочисленная группа, когда стучали на своих начальников или сослуживцев, вот, с целью сделать как карьеру. То есть, очень часто эти доносы, наверное, карьерный, квартирный доносы снимают первые два места однозначно. Второе, это квартирный донос, поэтому стучали на соседи по коммуналке, ну, с теми же самыми целями, собственно, получить их площадь. Иногда стучали на других соседей, потому что, надо понимать, что, действительно, для сотрудников НКВД, в частности, для внештатных сотрудников, существовали приоритеты получения жилоплощадей. То есть, в данном случае, жилищный вопрос, он активно использовался НКВД для привлечения всех новых сотрудников, и, действительно, ну, это был такой способ улучшения жилищных условий, достаточно распространенный. Вот, в условиях очень малого объема строительства по отношению к численности населения, вот, в сталинскую эпоху, ну, вопрос, так сказать, как получить жилье был крайне острым, и это было достаточно стандартный, собственно говоря, метод получения жилья. Отдельно, смотрите, донос, как донос, так сказать, для защиты, это донос, как бы, из-за статьи о недонесении. В отличие от квартирных доносов, в отличие от карьерных доносов, тут есть ярко выраженные пики. Это пики, в общем-то, 37-38 годы, потому что это тот донос, который обычно наиболее краткий, потому что люди писали в защитных целях, когда они участвовали в каком-то разговоре, который мог быть интерпретирован как антисоветский, но при этом в разговоре участвовало несколько лиц, и они, в общем-то, писали для того, чтобы не написали на них. Пики носов очень много в 38-38 году, они краткие, они носят некий, вынужденно защитный тип, в отличие от первых двух типов доносов, они редко рассказывают в общем негативном ключе об объекте доноса, то есть, когда человек пишет такой донос, он просто фиксирует некий факт для того, чтобы его не посадили за недоносительство, но при этом он редко, когда, так сказать, пишет в целом о плохом проголосовом происхождении, так сказать, того человека, на котором пишет донос, или о том, что он вообще, так сказать, не дарил советской властью свою жизнь, или, так сказать, что-то такое, то есть, в данном случае, он просто такой защитный донос, вот, обычно самый короткий, соответственно, и самый такой, ну, как бы сказать, не то, что безобидный, но такой безэмоциональный, вот. Отдельно стоит донос, когда действительно писали доносы с целью устроиться на работу в НКВД, вот, то есть, предлагая себя как платные доноски, эти доносы, наоборот, они самые длинные, они сопровождаются описанием своей собственной биографии, очень подробной, вот, то есть, это такой донос реклама, то есть, такой рекламный донос, когда человек презентует себя, собственно говоря, власти, презентует себя будущему работодателю и, в общем-то, естественно, стараясь написать себе побольше, вот, с наилучшей стороны, вот, то есть, это такой, наверное, максимально развернутый большой донос, вот, в принципе, да, доносистство использовалось в 30-е годы иногда, в конце 30-е годы, как способ защититься от посадки, потому что, в общем-то, это, когда, например, человека арестовывали, зачастую он в своем собственном оправдании, или его родственники часто упоминали, что в данном случае человек, он неоднократно, так сказать, писал в органы внутренних дел, так сказать, доносил от, так сказать, не раскрытых там транскистов в рогах народа и так далее, то есть, в данном случае достаточно много известных писем, когда, в первую очередь, жены, так сказать, родственники арестованных писали в органы внутренних дел с упоминанием, так сказать, того, что арестованный был автором целого ряда вот таких сигналов и раскрыл какое-то большое количество транскистов или врагов народа, вот, теперь такая еще отдельная тема, как Павлик Морозов, самая легендарная фигура в советском доносительстве не только в 30-е годы, но и в целом, так сказать, за весь период Советского Союза. Интересно, что, несмотря на свою, так сказать, безумную популярность и несмотря на такую свою знаковость, Павлик Морозов, как фигурно, заняли достаточно уникальны. То есть, если мы попытаемся, разложив доносы 30-х годов, выделить не грубо вот таких Павликов Морозовых, смотреть, сколько их, так сказать, было, то выяснится, что их практически не было. То есть, Павлик Морозов, несмотря на всю популярность, несмотря на всю рекламу, которую мы сделали, несмотря на всю используя пропаганды, он так и остался, достаточно одинокой фигурой, что видно по 30-м годам. Павлик Морозов и две составляющие. С одной стороны, это, как бы, один из первых авторов такого внутри семейного доноса. С другой стороны, это такой достаточно типичный сельский корреспондент, то есть, это такой сельский энтузиаст, капсомолец, который, в общем-то, стучал в орган ТВД на кулаков, на середняков, на подкулачников и т.д. и т.д. и т.д. Вот, как сельский корреспондент, он фигура типичная. То есть, действительно, такие люди были в период с 27-го, 28-го и до 35-го, 36-го года крайне типичные. То есть, огромная масса доносов, написанных деревенскими жителями, обычных членов комбедов, комсомольцы, пионеры, которые стучали кто-то на то, что кто-то там прячет зерно, кто-то просто на кулацкое происхождение, кто-то на слова сказанные просто на кулацкое происхождение, т.д. и т.д. То есть, это типичный деревенский доноситель, который в первую очередь сосредоточен на выяснении классового происхождения и на борьбу с кулачством, вот, с кулаками под кулачниками, вот. И, в общем-то, это вполне типичный такой деревенский комбедовский энтузиаст. Действительно, в них было много молодежи, много пионеров, много, когда пионерская правда писала, что он, так сказать, наш человек, что Капсомольская правда, что он, так сказать, достойный представитель пионерской организации, это, правда, таких пионеров было немало. Но, даже эти товарищи на родителей или сроков не доносили. То есть, семья оставалась все-таки вне зоны влияния, вне зоны досмотра со стороны органов НКВД. И, в общем-то, это вызывало все время некоторые беспокойства и некое, так сказать, там, стремление, почему, собственно говоря, этот случай стал таким вот знаковым и так хорошо разограммированным, что, в общем-то, действительно, была некоторая проблема для органов НКВД с тем, что таких доносов просто достаточно мало. Поэтому в 1932 году Берон СК Комсомол специально рассмотрел вопрос о Павлике Морозове. 11 декабря 1932 года, собственно говоря, была поставлена цель сделать пионеры известным с помощью прессы, кино, плакатов, романов и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Вот, соответственно, был создан фильм о Павлике, разознаны были специальные бюллетени во все пионерские комсомольские газеты, было объявлено соревнование ленских внучат, вот, так называли доносчиков-пионеров, то есть вот такой был придуман термин. Вот, соответственно, комсомольская правда стала из номера в номер публиковать доносы детей на родителей, не только на учителях еще, потому что отдельная была, так сказать, почему-то тема с учителями. Вот, соответственно, были вручены именные часы, была создана специальная смена в Артеке, куда собрали всех пионеров-доносчиков, так далее, и так далее, но в реальности успех пропагандистской компании был достаточно слабый, и органы НКВД жаловали, что, в общем-то, собственно говоря, несмотря на всю их работу, результат получается достаточно скромный, доносов внутрисемейных мало, в общем-то, чему частично способствовало и то, что, с одной стороны, советская власть к этому призывала, а с другой стороны, она же сама ввела понятие «чсира» через семьи изменений к родине, и поэтому человек, который доносил на своего родственника, он сам понимал, что с одной стороны, вроде как он, сказать, откликается на призыв партии, а с другой стороны, он себе гарантированно обеспечивает эту клеймо. То есть, вроде как он, как бы, сам раскрыл, и вроде как это, как бы, не должно работать, и оно, вроде, не работает, но вот, тем не менее, ситуация была неоднозначной. И, ну, и второй момент, опять же, надо понимать, что доносительство внутрисемейное, оно очень сильно противоречило старым буржуазным, неким, так сказать, морально-этическим семейным принципам. То есть, надо понимать, что семья, все-таки, действительно, семья старого типа, она не подразумевала донос на ее членов. То есть, в данном случае семья оставалась до сих пор, то есть, до победы в Великой Отечественной войне, семья оставалась явно такой, ну, все-таки, в целом буржуазной, дореволюционной, так сказать, по морально-этическим своим принципам. То есть, доносить на родственников как-то было, ну, не принято. Вот, соответственно, и хотя и Максим Горький, он отдельно писал, вот, что Павлик Морозов, это одно из маленьких чудес нашей эпохи. Вот, соответственно, много что написало Павлики Морозовы. Вот, соответственно. Но, несмотря на всю эту рекламу, собственно говоря, как большого успеха достигнуть-то не было. Отдельной была эпопея в начале 1938 года. Тут во главу главы, по-станечке, не столько фамилия Павлика Морозова, сколько, соответственно, фамилия Сары Икир. Сара Икир, жена известного командарма, который потом был арестован, соответственно, в 8-м году, Икира. Вот, она писала статью, она была опубликована на газете «Правда», где призывала, соответственно, всех жен, соответственно, доносить на своих мужей, если они, так сказать, там, ведут подпольную борьбу советской власти, она, так сказать, каяла, что она сама, так сказать, не углядела вовремя, что ее муж, так сказать, английский шпион и так далее, так далее, так далее. Вот, было письмо это, собственно, правде, как бы, реально и написано или нет, неизвестно, потому что сама она потом это отрицала. Она говорила, что письмо поддельное, не исключу, что оно поддельное. Вот, и она его не писала. Ну, опять же, как бы, ну, писала, не писала, не суть важно, но это была отдельная компания. Вот, тоже в прессе начали писать, так сказать, публиковать вот такие подборки писем жен на своих мужей, но, опять же, большой эффект это не произвело. Мало того, было потом создано специально, даже внутри НКВД, комиссия, которая выяснила, что часть писем была поддельная, что из-за отсутствия писем, соответственно, редакторы сами их сочиняли, вот, и даже были заведены какие-то уголовные дела по поводу введения в заблуждение органов, так сказать, внутренних дел, когда редакторы газет, которых требовали, чтобы они публиковали письма с доносами жен на мужей, но не имея письма, они их просто сами, так сказать, там, сами начинают сочинять такие письма. То есть, в общем-то, до победы в войне, таких внутрисемейных доносов крайне мало. Ситуация меняется после 45-го года, когда их становится сильно больше. То есть, количество внутрисемейных доносов вырастает, оно вырастает очень сильно, раз в 10, 15, 20, и действительно это становится достаточно обычным явлением. Во-первых, появляется достаточно большая группа внутрисемейных квартир доносов, когда идет, как бы, борьба за жилплощадь между братьями и сестрами, так сказать, детями и родителями, вот, с помощью доносов. Вот, соответственно, вторая часть большая, это донос, собственно говоря, за аморалку, понятно сказать, жены полевые и жены тыловые борются друг с другом, в первую очередь, потому что, ну, мужчин просто объективно меньше. Вот, соответственно, тоже донос становится уже обычной частью, так сказать, семейной жизни, в каком-то смысле. Вот. Интересно, насколько хорошо были знакомы доносчики и те, на кого они доносят. Доносовы достаточно хорошо, потому что, в принципе, здесь будет достаточно большие исследования на материалах Западной Европы, Германии, Франции, Италии, когда пытались разобраться все-таки вот в этом феномене массово-политического доносительства, насколько, ну, что людьми двигало и как, ну, так сказать, как это отражалось в доносах. В принципе, обычный дельт на две, доносов на две группы. Доносы вынуждены и доносы, так сказать, идейные, доносы добровольные. Вот. А одним из основных признаков вот первой группы вынужденных является то, что доносы пишут зачастую на малознакомых людей. Например, теперь это в отношении Франции периода немецкой оккупации. Да, действительно, под угрозами, прямыми угрозами со стороны гестапо, под посулами, если денежными, имеются в том числе, вот, в Франции писали достаточно большое количество доносов. Ну, относительно большое, опять же, она понимает, что большое по отношению к тому, что, в принципе, было принято в этом обществе. Но, французские доносы отличаются с тем, что там очень большая доля, чуть ли не 80%, доносы написаны и на мало знакомых людей. То есть, ситуация, когда человек просто, ну, должен написать на кого-то донос, на кого он напишет. Ну, вряд ли на своего лучшего друга. Вряд ли на своего, сказать, брата или сестру. Скорее всего, если он должен в силу чего-то написать донос кровь из носа, он напишет на какого-то, может быть, не очень приятного ему, но мало знакомого человека. Поэтому, французские доносы отличаются тем, что там очень большая доля доноса, написанных на людей, которыми сам доносчик, ну, он знаком, потому что он же должен сказать про некую информацию, не может писать совсем, сказать, про некого Ивана Ивановича из другого города, которого он никогда в жизни не встречал. Но, понимаете, этих людей знают, как зовут, знать, как они выглядят, где они работают, хотя, вот, я должен быть некую общую информацию, вот, для того, чтобы это написать, в принципе. Но, при этом, в основной массе писала не на людей, не на близких, друзей, или знакомых, а именно на каких-то, ну, соседей по улице, на людей, с которыми, так сказать, работали в их учреждении, но не в их отделе. Потому что, если человек работает с кем-то в одном отделе, это выезд на отношения более близкие. Человек сотрудником другого отдела управления, ну, он может, он может знать по фамилии и имя, отчеству, он, соответственно, может знать какие-то, про него, сказать, какую-то информацию мелкую, но, понятно, что это для него человек чужой. То есть, одно из отличных доносов вынужденных от доносов идейных, то, что доносы вынуждены, пишутся, в первую очередь, на людей психологически чужих. Потому что, человек вынужден, наоборот, пишутся, естественно, людей близко знакомых. Потому что, ну, потому что, ты именно про них можешь что-то знать. если действительно пишешь донос, так сказать, с какими-то, ну, по идее-нодорожениями, ты будешь писать про что-то реально. И, кроме того, опять же, если ты пишешь донос из карьерных соображений, тебе нужно писать донос на своего начальника, а не на чужого. То, что написать донос на начальник там соседнего управления, ну, а какой смысл? Ты будешь ждать на своего. Если пишешь квартиру, то ты будешь ждать на своего соседа, а не будешь ждать на человека, который живет в коммунальной квартире в соседнем по подъезде. А зачем? Его комнату, скорее всего, тебе не отдадут. По-любому. А тебе нужно, чтобы тебе комнату отдали в твоей квартире, а не, так сказать, чтобы освободилась комната в соседнем по подъезде. Для чего тебе это? Вот, поэтому действительно, здесь получается, что в подавляющем большом случае, действительно, доносчиками были достаточно близко знакомые люди. То есть, в общем-то, типичный доносчик, действительно, человек, которым достаточно хорошо знаком с обвиняемым. Вот, в силу чего он может подавить у него массу сведений, в силу близкого знакомства, и, в общем-то, ну, так сказать, то есть, это не те, да, то есть, в данном случае, доносы СССР в СССР, они отличаются от доносов во Франции, потому что, ну, это донос другого типа. То есть, этот донос, действительно, он более идейный, чем вынужденный. Вот, что еще, интересно, можно сказать? Ну, это не с тем, это отношение доноса, просто попалась информация про периллюстрацию писем. Вот, соответственно, она существовала всегда, существовала еще даже в Российской империи. Ну, интересно, что просто в 2014 году на всю Российскую империю было всего 49 человек, которые занимались периллюстрацией писем. Вот, в дальнейшем количество поисков с 2013 года, так сказать, сильно увеличилось, и, например, в Чите, в одной только в Чите, в 40-х годах было 70 человек, которые занимались периллюстрацией писем. И они обрабатывали более 10% всей корреспонденции, которая посылалась в Читинскую империю, в Балькальском крае. Вот, то есть, в принципе, действительно, надо понимать, что периллюстрация писем была поставлена на весьма серьезную основу, и то он служил, так сказать, важным источником информации о настроениях населения, и важным источником информации для дальнейшего возбуждения тех или иных уголовных дел, или начала тех или иных следственных действий. Вот, потому что поэта, что люди, особенно в 20-е годы, ну, так сказать, не были готовы к какой-то тотальной по иллюстрации писем, в общем-то, писать могли что-то достаточно откровенно. Вот. Ну, вот, наверное, все, что я такого хотел рассказать.